здарова танкисты всем привет с вами серёга с вами эндомит и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры world of tanks сегодня у нас на обзоре char future 4 средний танк 9 уровня нации франция это тот самый танчик который можно получить сейчас за жетоны проходя боевой пропуск который сейчас подходит к самому сказать концу стоит ли эту машину брать за жетон конечно стоит я уже говорил обзор вчера выходил на фазу первым там за жетон я все-таки рекомендую брать фазу а вот вторым конечно же чар футуру 4 вот чем хорош или плохо тут танчик мы сегодня полноценно разберем и предлагаю начать с бронирования данного бега погнали так коллижен модель нашего чар футуру давайте здесь быстро сейчас поймете почему нлд у нас двухсоставное 25 миллиметров 35 в верхней частью вот этот вниз картон полный эта часть такая тоже нлд да у нас пятьдесят девять и шесть нас пробивает седьмые уровни которым вы иногда сможете попадать ну и влд у нас 45 миллиметров фактическую бронясь придем 159 системы пишет рикошет потому что хороший рикошетную углу и действительно своим влд чар футуру очень часто отбивает снаряд реально часто никогда не стреляйте чар футуру влд у просто потратить снаряд что касаемо башни здесь 210 миллиметров по краям 190 много ли это мало но это антиэстэ броня даже может быть танканете какие-то снаряды от т.т. таких как не знаю там крайслер gfk с пробитием там менее двухсот а здесь у нас 90 90 90 90 короче картон боковая броня 40 не вздумайте на нем танковать от бота все у нас броня есть только влд и немного немного брони в башню с броней с броней разобрались вот не стрелять ему только влд все остальное по сути картон дать поглядим на орудие вот что она из себя представляет 105 миллиметров к вот сальфой в 390 у нас барабан на 4 снаряда вот четыреста восемь у нас на фугасах но только туда будет заряжать вот 264 пробития на основном снаряде вполне себе 330 на голде вот время полной перезарядки на стойке у нас 40 секунд общий дпм 1800 точность более-менее кстати 034 и сведения тоже 2 и 2 вот но самый минус этого орудия это только то что у нас между выстрелами кд барабана до 4 секунды это очень долго это реально очень долго и именно это мешает чар футуру прям стать супер им бой и настреливать кучу дамага долго разряжается барабан по полевой модернизации я на этой тачке чуть-чуть катал вот ну прям совсем мало поэтому еще не качал ну давайте с вами пробежимся вот во втором блоке легкосплавные узлы здесь ставим прицел здесь ставим максимальную скорость назад такое незаметности и здесь мы ставим от времени заряжание это нам важно скорость сведения от размера круга сведения либо ничего не качал вот но реально ничего бы не качал либо поставил все-таки новые шерстные видения вот прибавит там этого время заряжания чуть дольше будет но для этого танка этот момент более важно вот по оборудованию чар футуру 4 в основной слот ставите вентиль ставите досал и я рекомендую реально ставить оптику потому что но он может светить и но ассист по засвету вам будет идти будете брать три отметки на стволе просто фармить даже можно сказать серебро просто отметки на стволе ставьте оптику реально помогает вот по снарядам основной у нас подкалиберный летит невероятные 1461 метр очень быстро голда у нас кумулятивные снаряды летят и 60 тоже более-менее вот ну фугасы для этого танка они здесь просто не нужны у нас вечная бесплатно ремка ставите еще аптечку и ставите автоматический огнетушитель я поставил до паёк экипаж у нас три члены экипажа перки вы сейчас видите перед собой вот по огневой мощи по увену минимально комфортный улен 7 с половиной градусов не очень уж то и много 1750 хп запас прочности нормальный по мобильности у нас 60 вперед 20 назад почти 23 лошадиных силы удельная мощность по незаметности перк незаметности от меня только вкачивается у двух членов экипажа сейчас меня 37 когда он вкачается здесь будет в районе 34 вполне себе неплохо по обзору 479 с оптикой вообще хорошо по плюсам минусам машины ребята тачка учитывая когда между выстрелами для все-таки скилловых ребят потому что реализовать этот барабан реально сложно вот по пушке в целом за исключением кд между выстрелами плюс маленький минус зовут этот кд хотя какой он маленький он жир по подвижности плюс по броне здесь нету минус по обзору точно плюс с просветленной оптикой по незаметности тоже плюс предлагаю уже отправляться в бой давайте поглядим а на что способен так попали на аэродром у нас чар футур сейчас мы затестим как по мне я считаю что за жетона эта машина номер два после фазы сначала берем фазу потом рекомендую чар футур но немного сложное орудие барабан играть начнем на обычном типе снаряда голда нужно тут пытаться проехать на балкон а чё тут пытаться проедем я думаю покончим с ними ну подвижность такая взял тэшки пащу успевает 60 вот кого нас он тэшку поедку так никто тут не перекатывается вот 2 5 7 придется туго и не пробили пробили это мне нравится кстати даже не засветился о а сейчас засветился а почему потому что уехал того туда проехал и не не а не 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 а мы светимся Хорошо пошло И еще Вот это прикольно Я к перманенте наверно сейчас даю Еще черт, ну 257 будет Выезжать Получи Не пробил меня Стесняшка Его уработать и уехать Такая у меня идея Арта, конечно, не влияет Походу пацан не хочет выезжать Такая улетела ездит, ездит, в войну едет something виние и Вот это громадина! Готов! Вот и все! Одну угрозу убрали! Так! Сейчас зарядимся, подумаем, что тут еще можно натворить на бедокуре. О! Гляд! Приехал! Неразряженого и обидно! Поехал в обход! Что, Барсик? Выходи! Что, Барсик? Выходи! Да! Идем! Что, Барсик? Что, Барсик? А, свет! Подождите! Похват! Что, Барсик! Держу цель, миленько. Один есть. Все, 800 насветили, что-то там настреляли. Не будем скипать барабан. Надо, не байпы, куда? Я поеду убиваться, уже конец боя, надо делать настрелку, подсветить завтра. Вот это громадно! Меня задели! Нет, я ее никак не пробиваю. И еще одна стерва работает, я свечу, конечно. Что-то танканул. 4, что-то еще танканул. Я выжил, фантастика. Даже не верится. Ну, ребята, 3000 насветил, 2 настрелял. 5к суммы. Ну что, сойдет. Что со стервой делать? Надо, чтобы ее развернули. Вот, ее сейчас разверну. А начат летит уже. Все ясно. Все ясно. Все, мы больше ничего не дадим. 5к суммы в этом бою есть. Победа. Все, чар-футур, ствол кверху. Все, вот такой вот барабан. То есть на этом танке, как и на ковре, опять же за жетоном, нужно на этом барабане сложным. Он долгий КД между выстрелами. Искать моменты. Ездить и искать моменты. И ни в коем случае, конечно, не торопиться. Не, ну сейчас в конце боя прям повезло. Он насветил еще. Жив остался от двух стервов. Что-то там танканул. Охренеть. Позорное третье место по урону. Но, я думаю, первое место по насвету. Наши Дионилов. Перевод. Да. А что нам помогло еще светить активно? Правильно. Просветленная оптика. По пятибалльной системе четверочку поставить в хороших руках. Чар-футур. Это хороший танк. Реально хороший. Поэтому эту тачку я вам рекомендую в жетоны брать. Второй машиной после фазы. Ребята, пишите свои комментарии, есть ли у вас такой танк. Вы на нем используете оборудование. Ставьте лайкосы. И, конечно же, подписывайтесь на канал. А я вам говорю, до скорых встреч. Пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот. И обязательно прожимай колокольчик. Ох, да. Номерфон. Пошли. Продолжение следует...